Я шёл по аллее Александр Иванов — необычайно яркое явление в жанре авторской песни. Его песни легко узнаваемы, его стихи не перепутать ни с какими другими, ведь они полны светлой грусти и старомодной романтики. Песни Александра Иванова поют все. Они никогда не надоедают, потому что их автор создаёт особый мир ощущений, который открывается каждому слушателю и в котором хочется раствориться без остатка. Дело в том, что я вот всё то, что я излагаю на сцене, это я уже всё уже проходил во время сочинения, понимаете? Вот это я всё уже переживал. Это всё так или иначе моё. Даже если я сочиняю песню не на свои стихи, всё равно я должен почувствовать, что эти стихи эти как свои. И тогда вот, скорее всего, что-то получится. Так что, в принципе, кривить душой мне почти не приходится во время исполнения. Большинство песен Александра Иванова – это путешествия по суше, по морю, по судьбе. Начало его собственного жизненного пути, казалось, и не предполагало творческого взлёта. Хотя Александр начал писать стихи ещё в школе, он признаётся, что считал сочинительство несерьёзным развлечением. А от мира музыки он поначалу и вовсе был далёк. Ну, родился в Херсоне, на Украине, на Днепре. И жил там до окончания школы. Родился в семье Речника. Что ещё можно сказать? Увлекался спортом. О стихах и о гитаре имел довольно такое отдалённое представление. Хотя гитара, как инструмент, сопутствовала и лежала на шкафу все мои школьные годы. Но это была не моя гитара. Но вот, вероятно, потом это как-то вошло в мою жизнь, что-то произошло. Сочинять начал, так сказать, на изломе биографии, когда уехал в Калининград, поступил в Калининградское высшоинженерное морское училище. Я хотел стать морским радиоинженером. Что, собственно говоря, и сделал. Но вот как раз в период обучения увлёкся по-настоящему гитарой. И продолжил экспериментировать тоже со стихами. Я в какой-то момент понял, что я могу сочинять. Обаяние песен Александра кроется в его трепетном отношении к окружающему миру. В каждом его стихотворении, в каждой мелодии можно уловить искренний, зачастую по-детски наивный взгляд на жизнь. Безудержного романтика Александра Иванова привела в авторскую песню привычка мечтать. Самое такое сильное впечатление в начале мечты, а потом они реализовались, это мечты о море и потом морская жизнь. Это была очень сильная подвижка в творческом плане. Я только делал, что зачинял песни про море. У меня такая была тематика, шутливая, о рыбе и любви. Естественно, любовь, понятно. Потому что всю жизнь меня так или иначе сопровождает. На кукане давали ща и триплатовый, И не надо глубины и синей. А не нравится, так можно и уйти, А дуванчик срывай на пути. А так зачем ты ходишь в море, рыбачок? А не лучше ли карасиков сачок? А не лучше ли тёк? А так зачем ты ходишь в море, рыбачок? Все моря ты перетралил, ну и пусть. Все моря твои известны наизусть. И если есть на карте белое пятно, Лишь от солнечного зайчка оно. А так зачем ты ходишь в море, рыбачок? А не лучше ли на удочке крючок? А не лучше ли карасиков сачок? Так зачем ты ходишь в море, рыбачок? А вот сидишь в кругу приятелей своих, Сиденые твои здесь хватит на троих. Все жизни говорят, а ты о чём? Так зачем ты ходишь в море, рыбачок? А почему ты хохотун и говорун? Заболчал, услыша звук гитарных струн. Так зачем ты ходишь в море, рыбачок? Так зачем ты улыбнулся и молчок? Отвечая на вопрос, как появилась первая песня, Александр говорит, что в одночасье понял «Я могу». И до сих пор процесс творчества остаётся для него делом жизненно необходимым. Встречи с интересными людьми, новые впечатления, Наблюдение за изменчивостью природы, И рука сама тянется к гитаре. Ну, романтизм, да, конечно, присутствует. Его, конечно, всё выветрится потихонечку. Прагматизм всё равно, так или иначе, овладевает. Но, понимаете, вот это такая вещь, у меня, по крайней мере, всегда была, она такая не была, не очень постоянная. Вот когда ты, допустим, в море стоишь на палубе ночной, вы понимаете, вот, и удаётся так выйти, подышать воздухом, и хорошая погода не штормит, не качает. Ну, просто кажется, ну, что лучшего на свете не бывает, короче. Сидишь, полной грудью вдыхаешь, вот, и какие-то тоже строчки лезут в голову, и что-то там складывается. Вот я считаю, вот это состояние ароматики возвышенного такого полёта, когда все кажутся родными. Вот, такое своеобразное умиление природой и самим собой. А вот как раз вот то романтическое, вот, что было, я пытаюсь спеть, это, по сути дела, моя первая песенка вообще, которую я, ну, вот, оставил в багаже, так сказать, и сейчас вот как бы не стесняюсь. Вот, стихи не мои, стихи очень хорошего человека, настоящего морского человека на тот момент, он был капитально дальнего плавания, вот, мне не знаком, вот, так получилось, что он трагически, он скончался прямо в море, вот, на мостике, вот, и после его смерти осталась маленькая тетрадочка стихов, которую издала его сестра, по-моему, вот, и среди них было вот такое стихотворение. ПЕСНЯ Без числа и времени, и даты В неизвестный день календаря К берегам земли придя когда-то Я без спроса отдал якоря А вчера, а может быть, сего дня Не спросим, что будет впереди Парашагал по выброшенной сходне Растегнув голову на груди Саше Ивановым мы знакомы, наверное, где-то с начала 80-х. Я приезжала на Таллинский фестиваль еще тогда авторской песни, и там мы с ним познакомились, там я его впервые, вернее, услышала. И тогда уже поразилось, как это вот в этой нашей авторской песне, такой, вроде бы на простых аккордах и с простыми словами, да такая абсолютно джазовая музыка. Саша – это, вот я бы сказала, джаз нашей авторской песни, потому что у него и стихи джазовые, и музыка джазовая. Там настолько все, как это сказать, но непросто, но в то же время понятно. В 81-м году Александр становится членом клуба самодеятельной песни «Парус» и начинает выезжать на концерты и фестивали. Это приносит ему настоящее удовольствие, ведь он находится не просто в кругу единомышленников, а среди настоящих друзей. Но участвовать в конкурсах авторской песни он не рискует. Ведь тогда Александр был уверен, его песни нельзя воспринимать всерьез. Только в середине 80-х он решился принять участие в конкурсной программе первого всесоюзного фестиваля самодеятельной песни и стал его лауреатом. Лауреат – это сильно сказано, я учил диплом, да. Лауреаты тогда были и в АСИ, вот Захарченко. Это 86-й год, да, в Саратове он проводился. Я туда не пошел по авторству, побоялся, потому что Аку Джава был в жюри, там очень сильные поэты. А мне привлекало творчество, у меня композиция прожила, я пошел по композиции, по музыке. Мы были многократно предупреждены, что, значит, пожалуйста, не пойте о любви. В жюри уже надоело. Не пойте о про войну. Просто вот так вот, думаю, она сидит в печенках. И тем не менее, я все же решил спеть песню про войну. Не на свои стихи, на стихи Юрия Кузнецова. Песня, на мой взгляд, тогда была для меня такая вершинная. Почему, собственно, я считал, что это очень хорошая моя заслуга. Я спел очень коряво, так сказать. Но тем не менее, я был услышан. Вот, вероятно, тогда вот с такой песней я бы не хорошо упомянулась. Сейчас очень-очень больше требований к исполнению. Да, я там был и думал не впервые, Что жить бы там, наверное, я не смог. Но как туда в минуты грозовые Летел бы я, не ощущая ног. Первый был средство самовыражения, а потом все остальное. Желание понравиться, естественное. Желание сказать какую-то свою правду. Потом авторская песня – это средство общения. Это очень большое количество друзей. Друзей не просто знакомых, а друзей, так сказать, единомышленников, с которыми легче жить. Александр Иванов – это, наверное, человек целая эпоха, потому что он в себе вмещает очень глубинные какие-то поэтические силы и мощь. И не только в своей поэзии, но еще он раскрывает своей музыкой и поэзию других серьезных авторов, Серебряного Ика и других различных потрясающих людей. Знаете, такая история была, когда в 83-м году поехал первый раз с Калининга, с концертами, в доме моряка был концерт, и меня познакомили там сразу с Сашей Ивановым. Говорит 27 лет тому назад. Я послушал, что он играет, и надо сказать, по молодости лет, не знаю уж, или тогда еще ухо не было так, но я сказал, это не бардовская песня. То, что ты играешь, это великолепно, но это не бардовская песня. Он работает от джазовой импровизации тоже, очень интересная у него гитарная техника, сочинительство. И потом прошло 25 лет, и я встречаю его в Перекрестке, ну, к главному народу, и я к нему подхожу, Саша при этом говорит, ага, пришел, ну что, ты теперь переделал? Я говорю, Сэм, 25 лет прошло. Что же, он не забрал своей точки зрения, высказать, я тебя принимаю. Я вижу сон, в котором я, нет-нет, Ни счастлив, ни богат, Ни молод, А сон, где всей минувшей жизни Холод Не пробирает Через стыки лет. Там я в своих годах И не поэт Легко взлетаю Лестницей крутою Волнуясь, открываю дверь пустою Просторной комнатой Владе лунный свет Я уже спокоен, ибо знаю, Где ль здесь жил, И ль снова буду жить, Что вот она, Искомая, иная, А прошлой нет, И не о чем Ту жизнь И просыпаюсь, понимаю, Плача, ведь мне уже не жить, И начать. Я так считаю, из открытий Последних лет для Нашего жанра, потому что Его много лет не знали люди, Так как следовало бы знать, Он лет 5-7 последних Так вот раскатался И стал Довольно широко известен, Ну и дай Бог, Дай Бог, чтобы такие люди Представляли нас. Когда я знаю, что В зале сидят люди, Которые знают мою песню, Мне значительно легче. Легче. Я уже, Даже, может быть, И реакции, Как таковой, Такой сильной от них Не будет исходить, Но я уже знаю, Что Вот эта песня пройдет, Эту песню поймут, Вот эту новую Могу показать. Вот, на неизвестную Аудиторию работать Значительно тяжелее. Вот. Ну, я такое слово Употребил работать, В общем-то. Хотя, в принципе, Это теперь уже В моей жизни Как бы основное. Я выхожу на сцену Достаточно спонтанно, Почти никогда не думаю О том, что я буду говорить, Какую первую фразу произнесу, Что буду делать, Потом боль, То иногда я даже не знаю, С чего я начну петь. Я как-то вот так Достаточно спонтанно Как пойдет. Зачастую Так же спонтанно У Александра Появляются и мелодии. Но стихи появляются Гораздо труднее. Ведь он уверен, Что получит отдачу Только в том случае, Если вложит в свои строки Максимум себя самого. Поэтому его воздушные, Созерцательные тексты Рождаются не так просто, Как могло бы казаться. Зато музыка Всегда приходит легко И свободно. Если музыка получается Достаточно легко, Понимаете, У меня нет мучений Во время творчества. Нет. То, когда я пытаюсь Что-нибудь сочинить, У меня, честно сказать, Вот я, Во-первых, Надо себя заставить. Слово само из меня, И песни, Вот, увы. Верно, Не поэт По своей внутренней организации. Для слова мне нужно Всегда напрягаться. Большая часть песен Написана Александром Ивановым На стихи его любимых поэтов. Среди них Николай Рубцов И Михаил Кузьмин, Инна Леснянская И Владимир Соколов. Александр Очень трепетно Относится к слову, Как к своему, Так и к чужому. При работе со словом Надо быть очень осторожным. Надо быть очень осторожным И в то же время Быть свободным. Понимаете? То есть Вот То есть нужно Вот как вот Не знаю как Ну как вот Как водитель водит машину, Понимаете? Одновременно же И он Он соблюдает какие-то Очень все правила. Правильно? Да? И одновременно он Умеет Ехать быстро. Понимаете? То есть И У профессионала Это просто Ну одно и лево Что называется получается. То есть это уже Это уже в крови. Понимаете? Вот наверное Нужно так же работать Я имею ввиду Ну вообще в любом И со словом в том числе. Нужно уметь Взять это слово. Нужно уметь его Вставить Вот туда куда нужно. Потому что в принципе Я Вот Дошел до такого состояния Когда я уже понимаю что Что Нельзя изменить Строку в стихотворении Вот сделано стихотворение Ну тобой Да? И ты потом смотришь И уже Прошло время И ты уже каким-то Немножко другим взглядом По другим углом Как-то смотришь на это И понимаешь Что в принципе Можно было бы сказать И более Емко Но это уже будут Другие слова То есть вот это Изменить уже нельзя Можно только что Сломать Сломать можно А вот изменить как-то Уже нельзя Оно отлито Оно Эти слова Спаялись Много серой воды Много серого неба И немного пологой Нелюдимой земли И немного огней Вдоль побеги Мне бы С нововольным матросом Наниматься На корабли Да в этом счете Это симпиоз Понимаете Когда чего-то Не хватает Это всегда Вылезает наружу Вот тут Личности Немножко не хватает Вот тут Вот как-то А это сплав Это сплав Своеобразный Так что Автора Из песни Выкинуть нельзя Будет уже Будет уже Нечто другое Конечно слово На мой взгляд Все равно Остается Ну скажем так Старшей сестрой Музыки Исполнение Дело Сейчас пересматривается Кстати Но это Это мое мнение Что все-таки Исполнительство Это дело Третье Сказать что Александра Иванова Никогда не было Примера для подражания Будет неправдой С детства Александр гордится Своим отцом Который любил петь И всегда это делал С душой Я вот с годами Убеждаюсь Что я все более и более Становлюсь похожим на отца Вот Часто ловлю себя на том Что я делаю Одни и те же движения Какие я запомнил Когда он Ушел В восемьдесят первом году Из жизни Я его в детстве Немножечко Так сказать Побаивался Он достаточно был Такой человек Суровый Но одновременно Брал Так сказать Вот с него Пример К чем-то Он был достаточно Такой Немногословный Вот Но когда он начинал петь Вот некоторые Знаю И помню Вот стеснялись Своих поющих родителей Я никогда не стеснялся отца И наоборот Очень любил Когда Ну в основном Это было Время застолий Когда он начинал петь У него был прекрасный Металлический бас Такой вот Шаляпинского Такого толка Совершенно Совершенно Неорганизованный Вот Но потом Понимаете После 70 лет Он пошел В хор ветеранов И руководитель хора ветеранов Который К тому времени Ему было 80 лет Предложил Мой отцу Давайте я вам поставлю голос И тот согласился Представляете Действительно Голос Можно оказывается Составить В общем да Вот он 5 лет Все таки В этом хоре Так сказать Что называется Прожил Вот Настолько Был увлечен Что Мама моя Даже как бы Ревновала Когда Он уходил туда На эти спешки Александр давно Оставил тайную Юношескую надежду Изменить мир И пусть сейчас Он понимает Что кардинальные Перемены От него не зависят Его песни Заставляют зрителей Смотреть на мир Совершенно иначе И меняют Его самого Особенно Когда Александр Иванов Выходит На сцену В повседневной жизни Больше такой Разболтанный Там скажем Достаточно Там ленивый А сцена Она как бы Ну сцена Я именно Вот гитара Вот этот стул Этот микрофон Они как-то Заставляют собраться Вот Вот в этом Я более Я скажем так Организован Когда я делаю Так сказать Своё дело Это вот я работаю Разыгрался мой сон Не на шутку Я опять на земле Не живу А дыша в тростниковую Дудку Под водою Не слышно Плыву Как цветок Расцветает Медуза Обжигает Ладони Мои Надо мною Склоняется Муза В одеяне Из чешуи И пою о большом Промежутке Между дном И сияньем Зари Но не звуки Восходят Из дудки А серебряные Пузыри И какой-то рыбак Безутешный За рыбешку Дыханье Сочтя Поплавок Поправляет Поспешно И смеется Легко Как Дитя Хоть кому-то Намек На удачу Хоть кому-то Надежда На миг И уже Я от радости Плачу Рот разжав И теряя Тростник Это человек-легенда Где бы вы не спросили о нем По всему миру Я думаю, что каждый Вспомнит о нем С теплом И с какой-то Любовью Непонятной Необневающей Любовью Саша Иванов Это Ну это душа Наверное Душа Калининграда Моего города Тоже В первую очередь И всей страны И всего мира Душа Калининград Душа Калининград